Ракетлон включает в себя 4 вида ракеточных спорта. Это большой теннис, настольный теннис, бадминтон и сквош. Все 4 вида спорта имеют более-менее одинаковый механизм игры. Это поле, сетка и обмен ударами с помощью ракеток. И поэтому сложно сказать, профессионал какого вида спорта имеет преимущество перед другими. Каждая встреча с игроком это все 4 ракетных видов спорта. Все начинается с настольного тенниса, переходит на бадминтон, потом на сквош и на большой теннис. Здесь именно важна каждое очко. Проиграла одно очко, оно может решить многое. Могу сказать одно, что бадминтон у меня сердце лежит только к миксам и парам. Я не одиночный игрок вообще. А в сквоше сама за себя, поэтому тоже в этом есть какой-то драйв за дор. Марии не было, она главная конкурентка. Мне достаточно легко удалось победить в прошлом году. А как сегодня оцениваете свои шансы? Уже один вид сыграли и я набрала там мало очков. И с учетом того, что Мария, наверное, будет посильнее в бадминтоне и сквоше, шансы, конечно, маленькие, но есть. Нет такого, что кто-то слабый, кто-то сильный. Ты выходишь соперником, ты его вообще абсолютно не знаешь. Ты просто идешь и делаешь свою работу. А если говорить про людей, ну, я считаю, что когда люди играют в такой вид спорта, это уже большая похвала. Когда я входила в 2016-2016 год, я здесь тренировалась, играла, тренировалась я достаточно усиленно. То есть у меня было практически каждый день тренировки по разным видам спорта. Сейчас я в основном сделала акцент на бадминтоне, три раза в неделю тренировки. Немножечко сквоша в настольный теннис, совсем чуть-чуть. И большой я пришла, наверное, за два дня, вот поиграла один раз в этом году. Так что будем смотреть, что получится. Ну, это мой основной вид, да, я серьезно занималась с детства, поэтому вот как бы основная база у меня в теннисе, да. Но я занималась с 8 до 14. 6 лет, так, достаточно серьезно, с турнирами там, с этими делами. Как вы думаете, какой снаряд имеет самую высокую скорость полета? Это валанчик, теннисный мяч, а может быть мяч для пинг-понга? Открою вам секрет, что валанчик имеет самую высокую скорость полета. В 2013 году был зафиксирован рекорд. Это 493 километра в час. На самом деле, допустим, теннис, он дает очень хорошую базу, потому что остальные виды, они тоже игровые. То есть там чувство мяча, координация, скорость и так далее. Но с какого-то уровня начинает мешать, потому что, допустим, вот с квоши у меня есть некоторые трудности с техникой именно из-за того, что она у меня очень из большого тенниса. То есть мне сложно делать правильные удары именно с квоши, а с какого-то уровня это становится принципиально. Ну, с каждым годом в организации все улучшается и улучшается, поэтому вопросов нет. Очень приятные ощущения, с удовольствием из другого города к вам приезжаем. Мы из Казани. В детстве я не играла, мне было уже больше 22 лет практически, и я поняла, насколько интересный вообще вид спорта, очень динамичный, энергичный. Каждым годом конкуренция все растет и растет, поэтому все тяжелее и тяжелее, и нужно больше тренироваться. Если раньше 4 года я приезжал один из Казани, то на сегодня мы собрали большую команду из 5 человек. Одна девушка и 4 парня. Я постепенно начала играть в большой теннис, потом мне пришлось освоить настольный и потом уже сквош. Ну, на мой взгляд, сквош – это самый опасный вид спорта. Помимо синяков, буквально за 2 недели я растек брос на сквоши, получается, во время игры меня задели, пришлось зашивать рану. Поэтому сквош – такой самый опасный вид спорта. И выделяю, наверное, еще бутбинтон из того, что здесь специфическое перемещение и очень легко дернуть связки. А остальные виды спорта я не считаю опасными. Субтитры сделал DimaTorzok Несмотря на то, что все 4 вида спорта похожи, они имеют серьезные отличия. Это и размер поля, и разные снаряды, и разные ракетки, а также разные ритмы игры и техники. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, сегодня своей игрой доволен. В принципе, все виды Их сыграл в свое все Наверное, самое сложное Быть, сохранять Единый какой-то уровень Во всех четырех видах На самом деле для меня это новый вид спорта Я сам из бадминтона Никогда не участвовал в подобных турнирах Очень тяжело работать Каждый вид спорта на ноль Я действительно шел с большим отрывом 14 очков Но теннис большой, это сегодня был Мой первый день в большом теннисе И мне действительно аплодировали У меня немножко получалась подача Но соперник оказался профессиональным Теннисистом из большого тенниса Поэтому он, конечно, меня обыграл Легко, под шесть очков Лея говорит, что она из Берлина, из Германии Ей очень понравился турнир Она здесь участвует первый раз В Берлине есть подобного рода соревнования Но она никогда не принимала в них участие Потому что ее основной вид спорта Бадминтон Да, первый раз принимает участие И ей очень понравилась организация турнира И все проведено на хорошем уголе Те партии выиграл К сожалению, второй травмировался Думал, что смогу доиграть третье Но совсем не получилось Ну, а в целом, в целом, в целом, в целом, вполне себе Это эффективно Хорошо организованный турнир Все классно, мне все нравится Есть две версии, откуда произошел сквош Я расскажу ту, которая нравится мне Это из британских элитных школ Пока игроки ждали своей партии в теннис Они начали встречать теннисами ракетки и теннисами Мечом об стенки школы И в итоге достроили еще три стены И так появился сквош Есть вторая версия Что эта игра заразилась в голландских тюрьмах Люди играли в камерах Я ее не поддерживаю Я думаю, что все-таки в британских элитных школах Впервые мы участвовали, российские ракетлонисты Участвовали в турнире в 2005 году В Киеве, в фитнес-центре «Пятый элемент» И тогда для нас это был такой новый спорт Фактически узнавали, знакомились И с тех пор я очень полюбил ракетлон Тем, что игра должна быть до последнего очка Необходимо держать концентрацию весь матч И можно совершенствоваться бесконечно Это 10-й чемпионат России, юбилейный То есть мы подряд провели 10 чемпионатов И этот чемпионат был организован уже на более высоком уровне Приняло участие максимальное количество игроков, 48 Но которые возможны Сетки были полностью заполнены Женская сетка была заполнена очень сильными игроками Все сильные девушки Обычно бывает, что какие-то сильные играют, какие-то не играют В этом году все сильнейшие приняли участие Поэтому турнир был массовым Последние годы российские спортсмены выступали в чемпионах мира, Европы И у нас неплохие достижения, несколько победителей Нельзя сказать, что этот спорт известен в нашей стране Но уже многие люди слышали про него и включаются Можно так заниматься, что это будет во вред идти То есть сочетание интеллекта, головы И занятие спортом дает что-то Для каждого возраста, каждого уровня И образа жизни Есть какая-то вот своя возможная нагрузка Вообще, например, сквоз считается такая очень интеллектуальная игра Да? Да, это очень умная интеллектуальная игра Ракетлона больше 30 лет европейскому И стало благодаря тому, что в Европе было построено много ракеточных центров видов спорта Люди начинали играть в теннис, в сквозь, в админтон И с удовольствием подключались ко всем остальным видам Надеюсь, такая тенденция будет и в нашей стране И ракетлон будет развиваться Вот и завершился 10-й юбилейный чемпионат России по ракетлону Награду нашли свои герои А те, кто не поднялся на пьедестал почета Ушли с твердой уверенностью совершенствоваться во всех четырех видах спорта Ведь с каждым годом в ракетлон приходит все больше и больше участников И конкуренция в этом виде спорта растет Мы верим в светлое будущее ракетлона